Приветствую вас, друзья! Добро пожаловать ко мне на канал! Этот ролик, который я сегодня вам продемонстрирую, покажет вот прям глобальную разницу между одним типом игроков и другим. У нас же часто сравнивают там бесплатник-платник, вот, но бесплатнику может повезти, ему выпадет там сигнатурка, да, хороший артефакт, и он выйдет на уровень с платником, и тогда иногда и выше, то есть, то зависит от того. Но у платника все равно есть возможность, как бы, допустим, тех же сигнатурками, констами как-то себя возвысить, да? Но вот этот уровень, на мой взгляд, для 99, наверное, с половиной процентов игроков просто недостижим. И сегодня мы рассмотрим такой ролик. Напомню, что сейчас то ли в Китае завершился, то ли шел турнир по быстрому прохождению бездны. Когда я посмотрел вчера этот ролик, я был в шоке, мягко говоря, действительно, потому что мы смотрели его с человеком с Ваней, который тоже очень быстро закрывает бездну, вот, у него там рекорд одной комнаты, это одна из бездн был 14 секунд, это очень хороший результат, вот, но даже он, да, сказал о том, что, ну, это просто жесть какая-то, вот, давайте и рассмотрим этот ролик поподробнее. Еще раз говорю, это один из участников этого турнира, вот, и, откровенно говоря, скорость прохождения, я постараюсь вам, как бы, объяснить, что происходит. То есть пачки у нас идут, сразу говорю, пачки у нас идут достаточно интересные, сразу скажу, Венти тут, если я не ошибаюсь, C6, Аяка, по-моему, тоже C6, это Рейден точно, C6, она у нас, C5 сигнатурка, статы такие, 50 на 200 и 299 и 9 восстановления энергии, да, то есть, ну, понимаете, и все примерно в этом туре. Первая пачка идет Венти, Аяка, Мона и Казан, вторая у нас с вами Рейден C6, дальше у нас идет с вами Сарат С6, Кадзуха и Беннет, поехали. Я вам попытаюсь объяснить, что тут творится, на самом деле все происходит очень быстро, поэтому тут, понятно, не знаю, что он там выбирает за бонусы, китайский не знаю. То есть, у него Элегия погибели, сразу говорю, это, кстати, у нас лук, скорее всего, будет совсем скоро с посохом Хомы, ну, по слухам. Вот, он, грубо говоря, дает вам то же самое, что и знать, да, бахая. Он дает ульту, после этого дает, то есть, стяжка идет, далее у нас идет ульта Аяки, это все благополучно умирает, да, после этого идет ульта Моны и завершает все он это Ешкой Казой, дает, напомню, у Казы идет заряженная атака, после этого у него заряжается сразу с констой дополнительная, то есть, уже готова вторая заряженная атака. Все, первая комната завершена, то есть, как вы видите, все очень быстро. Вторая комната, то есть, идет Ешка Баал, после этого идет у нас с вами Казуха дает Ешку, потом он дает ульту, Беннету ульту, Сара дает Ешку и ульту, и дает благополучно на 500, что-то там 35 тысяч, да, наверное, там где-то так, да, 550, да, а, 500, да, что-то там, 558 тысяч ульта Рейден, и как вы видите, он благополучно наваливает там по 97, по 69, представляете, комната уже закрыта, да, то есть, вот у вас закрытие комнаты по 20 секунд просто, просто до свидания, то есть, уровень, просто, еще раз говорю, недостижим для обычного игрока. Далее у нас идет с вами Магу Кенки, идет Ешка Казы, после этого ульта Казы, далее идет у нас раздувка Винти, вот, и он заряженными атаками догоняет режим, когда он переходит во вторую фазу, да. Кстати, обратите внимание, я вам бы хотел сказать, сколько тут выдала у нас с вами Ешка этого Винти, да, то есть, там очень прям хорошее значение. Далее уйдет ульта Моны, Ешка Моны, и идет благополучно ульта Аяки. Обратите внимание, по 61 тысячи дается, плюс дополнительные 2, напомню, с констами у Аяки, дается дополнительные 2 по 20%, так вот, у него идет 2 по, как-то вы видите, по 12 тысяч, да, а основная идет 61, то есть, 85 тысяч у вас идет стика ульты. Но это очень жестко, и, как вы видите, Магу Кенки отъехал буквально там за 19 секунд или около того. Продолжаем. Далее у нас идет с вами Ешка, вот, раздувка, далее идет ульта, опять Ешка, ульта, все, первая фаза фактически умерла, дальше у нас идет с вами Наташка, идет стяжка этого всего, и сейчас ульта, Рейден, и все, умирает, все. То есть, вот вторая комната, понимаете, да? Скорость прохождения бездны, ну, то есть, это для меня, просто еще раз говорю, шок, то, что я видел. Идем дальше. Последняя комната, это у нас с вами жирные достаточно роботы, идет заряженка Козы, после этого идет ульта Козы, далее идет Ешка Козы, Ешка Моны, далее вторая заряженка Козы, третья, вот. И Ешка... Вот обратите, я хотел бы вам вот это обратить внимание, прям, вот именно этот момент, то есть, когда он пробивает именно с заряженки Аяки, да? И как вы видите, там получается по 19 тысяч, это много, это реально очень много. Далее идет ульта Венти, ульта Моны, ульта Аяки, все, все умирает просто. Просто все благополучно умирает. Но это прям невероятно жестко, то есть... Ну и последняя комната у нас с вами идет Рейден, далее идет Ешка ее, далее идет у нас раздувка, ульта Беннета, после идет ульта Кадзухи, Ешка Сары, ульта Сары и ульта Рейден. Все, там полмиллиона, до свидания, да? И вот напоследок у нас остается кто? Вот это троица, при условии того, что у нас идет там 9 минут, если я не ошибаюсь, 10 секунд. То есть, у нас даже за 9 минут это все не ушло, ульта Беннета, Ешка Сары, ульта Сары и ульта Рейден. Все, опять полмиллиона урона и стычек, как вы видите, по 58 тысяч. Все, то есть, вот вам комната закрыта. Как вы видите, общее прохождение со всеми загрузками Бездны у него составило 3 минуты, да? Это со всеми загрузками. Если это все порезать, ну, слушайте, там будет все намного быстрее. Я просто показываю вам не самого быстрого участника, но одного из самых быстрых участников уж точно, насколько быстро все это проходится с персонажами, которыми вылиты просто нереальное количество денег. Вы можете понять, благополучно посмотрев этот ролик, что такое именно игроки, которые составляют не одного даже процента, а там 0,5% по отношению к другим игрокам. То, что, ну, это просто пропасть. Пишите ниже впечатление вы этим роликом или нет. Я оригинал, конечно же, прикрепиваю наверху. Но вот после этого ролика, да, то есть, я понимаю, мало просачивается с китайского сегмента подобных роликов. Вот ты просто понимаешь, насколько твои персонажи, в которых ты вложился на протяжении года, уступают то, что мы видим здесь. Вот такие пироги. На этом у меня все. Спасибо, что смотрели. Всех благ. Пока-пока.